Первый интерес к фотографиям у меня привил мой отец. Он сам был отчаянным фотолюбителем, причем таким вот фотолюбителем с большой буквы. Выписывал журнал «Советское фото», вводил меня в фотоклуб на выставке, подарил мне первый фотоаппарат смену, показывал приемы обработки, проявка пленки, печать фотографий. Это техническая сторона, а главное, он привил интерес к самому процессу, к наблюдению за окружающим миром. Отец был, наверное, более такой продвинутый фотолюбитель, чем я. То есть он мог сфотографировать что-то интересное, не выходя из комнаты. Он находил объекты на кухне, на балконе. У него осталась масса кадров, виды из окна. И они все очень интересные. Я до сих пор их просматриваю и не перестаю удивляться. Вот как человек на ровном месте, казалось бы, из ничего, он делал интересную картинку, интересный снимок, интересную фотографию. Ну или, допустим, выходили мы на хортицу с ним, он приводил меня на какое-то интересное место и показывал «Смотри». И вот это вот «Смотри» оно во мне запускало определенный механизм восприятия. Вот, казалось бы, привычный мир и привычный вид, который я хорошо знал, он приобретал какие-то новые особые черты. Он начинал играть какими-то новыми красками. Мне даже кажется, что вот это вот и был процесс эзотерический, да, вот как называют, эзотерическая передача от учителя к ученику, минуя словесное выражение, да, а вот как бы душевная передача, да, то есть он передавал мне восприятие, собственное восприятие окружающего мира напрямую, из души в душу. Ну, в детстве я не слишком об этом перенимался и беспокоился, да, то есть я как бы фотографировал, ну, как все, в школе я фотографировал там где-то из-под парты, там учеников, учительницу, вот, фотографировал друзей на память, да, потом учился в техникуме, да, я фотографировал, опять-таки, в техникуме на память, да, вот, в армию пошел, я опять-таки, у меня, эта же смена, она у меня была и в армии, и я фотографировал там, пытаясь запечатлевать какие-то, какие-то смешные или знаковые моменты, но все равно это было всего лишь где-то фотолюбительство, такое самое-самое, вот, распространенное. А вот интерес к художественной фотографии, он уже более глубокий, он возник у меня позже, но, опять-таки, благодаря, вот, влиянию отца и тем, вот, основам, которые, которые он меня, как бы, вот так играючи заложил, да, но я еще напомню, да, что отец у меня был творческий человек, не только в фотографии, он руководил народной театральной студией вначале в ДК Металлургов, вот, а потом в ДК Титан, то есть он, его жизнь, она вся была, вот, пронизана таким вот искусством перевоплощения, и в доме постоянно об этом говорилось, и это тоже был тот фон благоприятный, да, который, вот, помогал мне, вот, что-то такое постигать в жизни и в мире, вот. Вот, ну, а самостоятельный поиск, вот, своего фотографического пути, он у меня уже начался, наверное, годам к 30. Первая пленка, конечно, это впечатление чуда, которое ты сам сделал, вот, с собственными руками, увидел, отснял и проявил, вынимая, да, вот, после промывки, рассматривая, да, трясущимися руками, рассматривая каждый кадр и узнавая, там, те черты окружающего мира, друзей, знакомых, которых я сфотографировал, что фотографировал, самое обычное, да, друзей, где-то во дворе, там, играющих в футбол или в хоккей, там, знакомых девочек, вот, на скамеечке, там, после школы, вот, ну, то есть, самые вот такие простые кадры, да, то есть, я, тогда я не слишком понимал, что такое пейзаж, да, что такое жанровая фотография, наоборот, рассматривая снимки в журнале «Советское фото», да, я даже не мог понять, о чем, что там изображено, думаю, что это за люди, почему они должны вызывать у меня интерес какой-то, вот, я снял там Васю, который живет рядом на лестничной площадке, вот, Вася, вот это интересно, вот, да, конечно, это было ощущение чуда, рассматривать, как в прекрасном свете в проявителе возникают зримые черты изображения, вот, и я ждал, да, что вот я этого ант обработаю, высушу, покажу ребятам, все будут рады, да, и все меня будут нахваливать, да, и все будут улыбаться, да, ну, вот, что-то такое вот ощущение, вот такое было, кстати, эти кадры у меня где-то, где-то они у меня должны быть в каких-то архивах. Я мечтал о том, чтобы стать продвинутым фотолюбителем, вот, в журнале «Советское фото» я рассматривал, вот, схемы освещения, портретного освещения, да, и я их пытался повторить, ну, в то время это были, вот, просто лампы с отражателем, да, и я выстраивал этот свет рисующий, заполняющий, контровый, вот, и потом, вот, фотографируя знакомых ребят, я очень радовался, да, если это получилось, и получалось вот так вот, им, именно вот, как написано в учебнике, да, классический, значит, свет, и он у меня получился на фотографии. Ну, вот эти вот посещения фото-выставок в фотоклубе, да, они тоже рождали вот желание, да, вот стать членом фотоклуба, да, я вот мечтал, вот я вырасту, я тоже вот так научусь фотографировать, но все равно это был, мне казалось, да, что здесь в фотоклубе это какие-то небожители, и это настолько недоступно, да, и настолько высоко, ну, и очень шеланно. Значит, после школы я поступил в техникум, так как, ну, в те времена считалось, что нужно получить какую-то профессию, которая будет основой в жизни, да, будет хормилицей, вот, и поилицей, ну, а фотографией можно, нужно заниматься в свободное от работы и время. Это был металлургический техникум, почему я выбрал его? Ну, наверное, потому что он был рядом с домом, это было удобно и быстро, вот, не надо никуда ехать, да, пришел вот на занятия, отучился, да, и пошел домой. Ну, в техникуме у меня родился вот интерес уже к этой профессии, это было металловедение и термическая обработка, вот, и на занятиях я понял, да, что меня это очень заинтересовало, поскольку, ну, это был целый мир вот этого металла, его свойств, как сделать металл твердым, износостойким, вот, с тем, чтобы детали изготовленные из него работали вечно, вот, как сделать, получить металл высокого качества, вот, и этот вид раскаленных заготовок, да, он меня, по время учебы, он меня приводил просто вот в трепет, да, первое посещение Запорожстали, вот это вот на Слябинге раскаленные эти заготовки катаются на Рольганге, да, ну, тоже это было у меня, ну, такое вот восхищение, да, вот, и казалось, да, что все правильно, я на правильном пути, практику я проходил на Запорожстале, по-моему, в ЦХП-3, в лаборатории, поскольку это была практика по металловедению, вот, ну, а после окончания, после окончания техникума я работал технологом, но уже не на Запорожстале, на различных машиностроительных заводах, например, на ЗАСТО, я работал технологом по термической обработке, потом я работал инженером в СМЕЖе, опять-таки мы разрабатывали там химико-термическую обработку для упрочнения различных деталей с сельскохозяйственных машин, это, опять-таки, это на стыке химии и металлургии, отрасль находится, ну, и параллельно я продолжал заниматься как фотолюбитель, и фотография, она все больше и больше отнимала, требовала интереса, времени и сил, отнимала вот от работы по специальности. В армии, когда я служил, это была советская армия, да, и фотография, и фотоаппараты там были, ну, просто запрещены, то есть, если он находился в фотоаппарат, он изымался, вот, я не знаю, куда уничтожался, обладатель фотоаппарата наказывался, да, то есть, любая съемка, она была под запретом. Но, тем не менее, я убедился, да, что ребята, сослуживцы, они продолжают тайно заниматься фотографией, да, у некоторых в полку тоже были фотоаппараты, и тоже вот такие смены. Я попросил родителям прислать мне, родители мне прислали, прислали еще фотобумагу, пленку, реактивы, и я нашел место, где можно это, поскольку я по специальности механик вертолета и двигателя окончил учебку в Латвии, но когда приехал в полк, это был полк в Саратовской области, учебный полк вертолетной авиации, механику уже набрали, а в полку были нужны дешифровщики средств объективного контроля. То есть, это та группа, которая занимается расшифровкой параметров полета вертолета. Ну, допустим, у нас были вертолеты Ми-2, он писал только, записывал скорость и высоту полета. Вот их надо было после каждого полета расшифровывать и передавать эти данные к командиру полка, руководителю полета. Это способствовало развитию фотографий, так как у нас был огромный запас фотопленки, аэрофотопленки. Я нашел это в нашей кладовке. Она уже к тому времени не использовалась, но запасы были огромные. Я ее попробовал, испытал, увидел, что пленка вполне пригодная. Реактивов тоже. Там стояли несметные полчища банок, которые тоже можно было использовать. По-моему, я соорудил из крышечек для консервных банок весы. Вот. И вот на них я взвешивал, значит, в качестве разновеса использовал монеты. Одна копейка – это один грамм, две копейки – два грамма, ну и так далее. То есть вот приспособился, да, и я вот это вот в нашей кладовке я готовил культовый проявитель Д-76 для проявления пленки и проявитель УП-2 для проявления фотографий, да. Ну и ребята в полку узнали, да, что есть вот источник проявителей пленки, и все бегали ко мне, обращались. Я вот это вот взвешивал в пакетики из газеты, да, вот как семечки заворачивали, да. Я насыпал человеку в этот бумажный пакетик, писал, значит, для пленки проявитель на один литр, да, и вручался, вот, и все пользовались. Что фотографировал в армии? Ну, фотографировал вертолеты, допустим, на полетах ребят знакомых. Потом, ну, в моде были такие какие-то забавные снимки, да, вот что-то такое. Ну, допустим, мы закрылись у шефа в гараже, да, и разыгрывали сценку, будто мы сидим там, выпиваем и закусываем, да. Ну, это 18-20 лет, да, то есть это как бы вот такое понимание, ну, снимки довольно забавные. Один раз меня поймали с фотоаппаратом на полетах, значит, у нас как раз вот этот наш полк, расположение было такое, что через нас летели борты из Афганистана, и они были там вот эти вот прострелены, они летели на ремонтную базу на какую-то простреленную с разбитыми блистерами, то есть окошками, с следами от пуль, вот, с вооружением, да, и тут пролетел огромный Ми-6, это огромнейший вот такой вертолет, вооруженный, с пушками, вот, да, и мы же вот это вот с ребятами кинулись зимой на поле фотографироваться возле пушек, возле разбитых блистеров, а как раз вот шли полеты, вот, и мы возвращаемся, пофотографировались, возвращаемся на КДП, и вот у меня вот что-то, какое-то тревожное ощущение, думаю, сейчас что-то произойдет. Я зашел в кочегарку и спрятал фотоаппарат, там вытаскивался кирпич, и можно было спрятать. Я положил его там, вернулся на КДП, и тут же меня, этот самый, фото-дежурный офицер, значит, где фотоаппарат? Говорю, пардон, никакого фотоаппарата у меня нет. Он меня обыскивает, докладывает к командиру, полка, да, говорит, нет, никакого фотоаппарата, командиру точно есть, мне передали с воздуха, мы видели, как там шла съемка, да, ну и вот это вот поиски фотоаппарата продолжались еще около часа, в конце концов фотоаппарат нашли, вот, да, нас с приятелем отправили на гаут-вахту, вот, ну, долго там не продержали, да, быстро выпустили, да, так что был у меня вот такой эпизод на службе. Ну, а вот работая на заводе, да, после армии, я как-то обратил внимание, да, что вот завод хорошо, но мне вот в жизни вот не хватает какого-то творческого воплощения, мне хотелось вот что-то сделать такое вот интересное, вот, и поэтому, поэтому я вспомнил опять-таки о фотографии, вот, о том, что я что-то такое умею, вот, и... Ну, мне захотелось тогда не черно-белую фотографию, а освоить цветную, ну, в советские времена цветная фотография, это была такая сложная область, и не каждый ею владел, вот, ну, а мне вот им именно захотелось овладеть цветом, да, что было на тот момент очень сложно. На заводе я воспользовался возможностью, что механическая обработка деталей езда, я сделал себе приставку для фотовыличителя, которая быстро меняла светофильтры, и начал уже экспериментировать вот с цветом, вот, и у меня стало это получаться. К тому времени у меня уже были напечатаны работы, такие вот снимки, как мне казалось, большого размера на тот момент, 20 на 30, 30 на 40, они были цветные, один снимок я подарил знакомой, и это, опять-таки, был тот случай, да, который определил, вот, мой какое-то дальнейшее движение моё, как фотографа. Этот снимок увидел её сосед, который работал в фотоателье, вот, это был Александр Гордиенко, он увидел этот снимок, сказал, о, говорит, а что, такая интересная фотография, а кто это сделал? Ты познакомь меня с ним, да, то есть вот именно со мной. И вот она, она меня познакомила с Александром Гордиенко, который работал много лет уже в фотографии «Луч», вот, и он меня пригласил к себе на работу в качестве фотографа и лаборанта. И это, это вот была, опять-таки, вот эта важная для меня очень ступенька, да, поскольку я уже окунулся, я ушёл с завода. На тот момент я работал на моторе, на моторе, на правобережной площадке, в отделе главного технолога, там отливали лопатки для авиационных двигателей, да, но мне это очень не нравилось, вот, да, и я сказал, да, что я от них ухожу, и когда начальник цеха спросил, куда именно я ухожу, я сказал, что я ухожу работать в фотоателье, да, и он там кричал, просто орал на оперативке, представляете, Максимов сказал, что он хочет быть фотографом, вот, да, и у всех было при этом такое недоуменное выражение лица, как вот технолог, да, вот здесь вот отливают лопатки, такие ответственные детали, да, из такого сложного сплава, вот, такая вот интересная ответственная работа, да, а человек говорит, что он хочет быть фотографом. Да, то есть тогда это, может быть, прозвучало как-то не очень, ну, как какая-то нелепость, но тем не менее, да, я ушел с завода, да, и перешел, и там уже я под руководством Саши Гордиенко, да, я осваивал вот азы бытовой фотографии, то есть съемка на документы, съемка на выходе, детские садики, школы, какие-то еще виды съемок, ну, технически они все требовали определенной подготовки, в художественном отношении это были очень простые фотографии, но они были очень качественно сделаны в техническом отношении. Это же самое, да, вот, школа обработки, да, то есть там были огромные баки с правителями, с фиксажами, вот, работал, работало два лаборанта, одним из которых был я, значит, мы сходили в темной комнате, печатали, да, когда приходил кто-то на съемку, меня вызывали, я бежал в студию, фотографировал, возвращался опять в лабораторию, это была такая сложная, довольно трудная физически и психологически работа, да, но она мне дала огромное вот знание именно вот в технике, в обработке материала, да, ну, вот то, что называется ремесло, да, то есть вот, и тогда у меня родился большой интерес к студийной съемке, и мне очень хотелось его развивать, фотография, фотоателье просуществовала, я не помню сколько, года два или три, а потом, ну, вот этот вот наступил момент, когда приватизация, там, вот, акционирование, вот, ателье закрылось, и я стал искать место, чтобы снять в аренду какое-то помещение и там заниматься студийной съемкой, да, я снимал в аренду помещение в общежитии, потом я снимал на правом берегу, ой, я не помню, это как называется ДК, энергетика, там, значит, там огромная была комната у меня, и тоже это все было интересно, ну, опять-таки, этот интерес, он продержался у меня несколько лет, а потом он у меня исчез, да, то есть, чем больше я двигался к жанровой фотографии, и тем меньше и меньше у меня оставалось интереса к студийной съемке. Первый опыт работы в газете, значит, в газету я попал, можно сказать, практически случайно. На тот момент была актуальная газета «Запорожье. Наше время», значит, она уже на тот момент просуществовала, по-моему, один год, в ней успешно работал, был такой, к сожалению, ныне покойный Петр Иваненко, вот, но он человек со сложным характером, да, он что-то там не поделил в редакции, да, поругался, хлопнул дверью, да, и в газету срочно требовался фотокорреспондент. Вот, у меня там работал корректором знакомый, вот, он тут же позвонил мне, спросил, не хочу ли я попробовать себя, вот, да, конечно, я сказал, что я очень хочу, значит, все происходило с такой скоростью, то есть, вот он мне звонит вечером, и тут же редактор, это была Галина Михайловна Александрова, тоже, к сожалению, покойная, значит, она передала мне журналистское удостоверение, в которое нужно было мне вклеить фотографию с тем, чтобы я утром пошел на съемку. Передала с этим знакомым корректором диктофон удостоверение, да, и он поздно вечером приехал с тем, чтобы я утром уже бежал на съемку, ну, поскольку с пишущими корреспондентами тоже была напряженка, да, то есть не хватало, да, поэтому мне был дан диктофон с тем, чтобы я что-то, что-то такое сделал, какой-то материал. И утром я вышел, был какой-то митинг, не помню какой, но очень такой вот бурный, под областной администрацией, вот, я увидел море людей с плакатами, с транспаратами, да, там, на транспаратах, ну, как все, да, там написано, там, жулики и воры, долой, там, ну, и так далее. Я достал фотоаппарат, и мне казалось, да, что меня сейчас толпа увидит меня с фотоаппаратом и разорвет меня в клочья, да, то есть вот у меня было такое ощущение. Мне казалось, да, вот, чтобы просто вот снять человека на улице, это мне очень казалось, да, таким вот тревожным, да, вот, мне надо было как-то себя перестроить. Когда я поднял, да, вот, фотоаппарат и стал пытаться фотографировать, я почувствовал, что он у меня просто трясется в руках, да, от жути и волнения. Вот, и практически в ту же секунду я заметил фотокорреспондента, фотографа с бородой, который спокойно там ходит и снимает, он подошел, поздоровался, пожал руку. Это казалось, да, абсолютно мне на тот момент незнакомый был Володя Шеренет, да, и он как-то так, он сразу меня признал, не зная, да, вот, сказал, ну, говорит, это простым людям, это, говорит, это не очень все, и интересны эти страсти, что-то такое он сказал, да, и вот это вот оно на меня произвело такой транквилизирующий эффект, да, я почувствовал себя уже свободно, раскрепощенно, начал снимать, удивился, да, что меня не только никто не разрывает на части, да, но даже наоборот начинают там позировать, там, с плакатами, а снимите и нас, а снимите и нас, да, то есть это было вот такое вот первое крещение, да, в качестве фото журналиста, ну, а дальше я уже начал входить во вкус, я почувствовал, что как меня вот втягивает вот этот вот фотография, притягивает фотография с человеческим лицом, да, то есть вот ты видел этих людей в реальной жизни, да, и вот они у тебя уже на снимке, да, и вот ты смотришь, и мне это казалось на тот момент какое-то вот маленькое чудо, да, то есть ты кусочки из жизни ты переносишь на фотобумагу, да, то есть запечатлеваешь жизнь во всех ее проявлениях, ну, и тут же это все стимулировалось тем, что в редакции каждый день какое-то задание, поедь туда, отсними вот это, поедь в другое место, отсними вот этих людей, расспроси их о том-то и том-то, вот, и постоянно вот этот вот калейдоскоп меняющихся, да, лиц, событий, впечатлений, тоже это играл такую вот благотворную роль, вот, хотя вот работав в газете, я считал, что фотографии меня больше всего интересует пейзаж, да, ну, а начиная работать в газете и проработав определенное время, да, меня втянул вот этот вот жанровая фотография, репортажная, уличная, в которой проявляется жизнь человека. Вы знаете, я проработал, наверное, в этой недолгой, я не помню, года-два, поскольку я почувствовал, что что-то, что-то, что-то я начинаю уже терять, вот, где-то, где-то мне хотелось двигаться в какую-то, в другую сторону, ну, словом, меня там эта работа стала тяготить, я уже не помню тонкостей, да, но я решил на вольное хлеба, да. Конечно, уличная фотография – это самый сложный жанр фотографический, который я знаю, да, поскольку здесь нужно уметь стать, как бы, человеком-невидимкой, вот, с тем, чтобы на тебя не обращали внимания, да, то есть сложность в том, что как только поднимаешь фотоаппарат, чтобы сделать кадр, да, весь мир меняется, да, то есть все вне внимания на тебя. И люди, которые свободно общались, да, погруженные в свои мысли, занятые своим каким-то делом, да, они начинают реагировать. Реагировать могут по-разному, одни начинают позировать, другие проявлять недовольство или даже агрессию, да, ну, словом, мгновенно разрушается тот мир и тот кадр, который ты вот увидел и захотел сфотографировать. Ну, я пытаюсь пользоваться какими-то определенными приемами, да, ну, вот то, что я говорил, да, стать невидимкой, да, Ну, во-первых, нужно себя почувствовать невидимым, да, частью среды, окружающего мира. Как это сделать? Ну, как-то нужно в себе вот это вот преодолеть. Можно использовать определенные технические и психологические приемы, да, но я вот очень люблю брать на такую съемку кого-либо из знакомых. Почему? Потому что один человек психологически притягивает к себе больше внимания, чем двое, идущих по улице и общающихся между собой. Люди их воспринимают более спокойно. Ну, там идут какие-то двое и что-то такое говорят. Или же идет один какой-то непонятно кто с вот таким вот огромным фотоаппаратом и что-то такое снимает. Наверняка он какой-то или провокатор, да, или засланный казачок, да, которого вот нужно что-то такое разъяснить. Значит, вот второй человек на съемке, да, приятель кто-то, знакомый, да, он как бы, как бы, он оттягивает внимание улицы на себя. Ну, это у меня такой самый любимый, да, вот прием, да, взять кого-нибудь с собой, да, вот, или даже вот прошу, постой, да, я сниму из-за тебя. Ну, то есть вот таким приемом я пользуюсь. Значит, очень интересные результаты были, когда вот я вел фотокурсы, да, и мы выходили огромной вот такой аравой, там, человек в 10 на прогулки по городу, да, и люди, вот, активно, внимание распределяется на каждого из 10 и ни на кого в отдельности, да, тоже вот чувствуешь в это время какую-то вот защищенность, да, и слитность со средой, да, ну, то есть это опять-таки вот такой прием. Ну, а универсальный прием, да, для наблюдения на улице, да, это небольшой фотоаппарат и очень быстрая съемка, съемка. То есть вот поднял, щелк и пошел дальше. Значит, нужно, конечно, каждый раз взвешивать в уме ситуацию, что произойдет в следующий момент, затем, когда ты сделаешь вот этот кадр, да, какая будет реакция, это будет агрессия или тебя вообще не заметят. Чаще всего тебя не замечают. И наши вот эти вот волнения по поводу того, как отреагируют люди, они лишены оснований, да, то есть нужно снимать быстро и быстро уходить. Ну, вот это, вот это, да, вот то, что я могу посоветовать. Пейзаж – это то пространство, в котором можно раствориться. Да, да, это возможность побыть наедине даже не с природой, а с самим собой. Да, то есть съемка пейзажа, она настолько наполняет душу, и в молодости мне казалось, да, что я вот именно фотограф-пейзажист. Ну, время расставило все на свои места. На пейзажи попасть получается очень редко, потому что, ну, времени для этого, ну, практически нет. Это первое. Второе – у нас очень сложный свет для пейзажа. А пейзаж – это в первую очередь небо. Даже если оно отсутствует в кадре, оно все равно влияет на все изображение. Ну, мне для пейзажа обязательно нужны облака. Вот, поэтому, если я собираюсь на пейзаж, да, я обязательно просматриваю с лодки в годы, да, смотрю, чего ожидать, вот, на что рассчитывать. Я очень люблю пограничное состояние природы, состояние перед дождем, перед грозой, да, или вот гроза уходит, да, и наступает какой-то свет интенсивный, появляется. Или сквозь облака просвечивают лучи солнышка. Или же, например, туман, да, вот я очень люблю съемку в тумане. Вот, я люблю съемку в сумерках. Вот, если есть у меня возможность, я выхожу снимать восход луны в полнолуние. Вот, но это очень редко получается. Вот, и как бы хотелось бы снимать и делать больше пейзажных снимков, да, но возможности, возможности нету. Вот, просто физически не успеваешь. Вот. Ну, он остается у меня моей первой и основной любовью, да, пейзаж. Первый интерес к съемке в церкви у меня возник. Вот, я рассматривал репродукцию репинской картины «Крестный ход» в Курской губернии, да, и меня вот поразило, да, что огромный пласт жизни, такие персонажи, такие вот лица, вот, и это все вот существует и по сегодняшний день, вот, ну и проходя там у какого-либо храма, да, вот, наблюдаешь там человеческие лица, там огонечки, там вот это вот свечи, да, и мне это всегда казалось таким вот каким-то завораживающим миром, вот. Вот, и я однажды, вот, притягивал, да, я однажды попробовал, попал вот в храм, ну, причем я попал вот таким вот, как-то таким экстремистским путем, да, да, и я снимал, да, и видел, что люди прятались от ужаса, в ужасе от фотоаппарата, вот, ну, я тогда еще не совсем понимал, да, какое я преступление совершаю, вот, потом уже пришло понимание, да, что нужно, если хочешь фотографировать в храме, прийти к наставятелю и попросить благословения, да, ну, то есть это так называется, разрешение, это называется благословение, да, и при этом объяснить, с какими намерениями, да, ну, если человек приходит с добрыми намерениями, вот, и хочет как-то освещать, вот, жизнь церковной общины и поискать персонажей, да, для своих снимков, вот, то ему зачастую пойдут навстречу и, скорее всего, фотографировать ему разрешат. Когда-то раньше, лет 20 назад церковь, это была, вот, она, был такой закрытый институт, да, и там категорически не разрешалось фотографировать, кстати, в некоторых храмах и в монастырях этот запрет действует и по сегодняшний день. Но если вот брать Запорожье, то у нас очень открытые церковные общины, да, причем любого патриархата, одного и другого, вот, и они довольны, да, если пресса, журналисты, блогеры уделяют им внимание, да, и каким-то образом, вот, освещают в своих снимках, да, или в своих материалах, что именно происходит в церкви. Ну, я долго, долгое время, да, я посвятил тому, чтобы контакты необходимые, да, познакомиться с создателями различных церквей, да, со священниками, с тем, чтобы, ну, как бы, иметь возможность, вот, исследовать вот этот мир, поскольку здесь даже не церковь главное, а вот именно вот этот феномен веры, да, вот это один из столпов, да, человеческого бытия, это именно вера, да, но есть еще любовь, есть еще надежда, да, вот, как триада, да, вот этого говорят. Вера, надежда, любовь, да, то, что правит миром, да, и один из них – это вера. Тут даже веру надо рассматривать более широко, ну, вера, может быть, и в собственные силы, вера в доброе начало человеческой души, да, то есть рассматривать вот лица и глаза людей, которые, они приходят к Богу, да, они, вот, ищут смысл собственного бытия, они приходят к вот этому, к верховному началу с вопросами на свои ответы, с просьбой, с мольбой, да, и это вот настолько интересные лица, вот, что их хочется вот постоянно рассматривать и фотографировать. Обратите внимание, какой свет интересный в церкви, да, вот из окон, да, или вот дым отладан, он создает особую атмосферу, да, вот тот же туман, да, он пронизан лучами, мерцание свечей, да, все это, это не только глубоко с нравственной стороны, но это еще и очень живописно, поэтому, поэтому это для меня очень притягательно, вот. К сожалению, эти снимки у нас не очень люди любят рассматривать, да, и говорят, а, ну, это, это там церковная съемка, да, то есть церковная съемка, это уже, как бы, статус понижается. А, ты опять вот там наснимал в церкви, да, и я вот этого отношения я не совсем выводимаю, да, поскольку, ну, для меня это интересно. И потом еще один важный фактор, я постоянно вспоминаю о том, что в Академии художеств, да, в Императорской, ну, может быть, и не только, в Императорской всегда один из главных был библейский сюжет, да, то есть вот учебный курс, и там обязательно нужно было сделать работу на какой-то библейский сюжет. И мне всегда казалось, да, что вот эта вот евангельская библейская история, я не говорю церковная история, а библейская история – это история всего человечества. Если рассматривать глубоко, он, мир, он вскормлен христианскими дрожжами, да, то есть христианской любовью. И евангельская история, мне кажется, она продолжает писаться и в наши дни. Вот, то есть съемка в церкви – это попытка вот найти свой библейский сюжет. Вот мне это так казалось, когда я там фотографировал очень много, сейчас, кстати, меньше, потому что и на церковь уже сейчас не хватает времени. Вот, ну, это благодатная тема, если кто хочет попробовать себя, да, то есть устанавливать контакты, спрашивать благословения, приходить. Нужно стать частью среды, да, чтобы с тем, чтобы люди, которые приходят к Богу, они видели, да, что ты человек, снимающий неиспраздного любопытства, а твои намерения благи, да, ты ищешь вот что-то такое вот свое, хорошее, доброе и вечное, да, вот, тогда к тебе и отношение будет вот такое вот. Тогда никто не, ни у кого не возникнет желания тебя там послать, отправить, вот, куда дальше, да. Вот, и я вижу, да, что сейчас вот в церкви, опять-таки, ну, довольно благожелательное отношение к фотографирующим, к снимающим, к освещающим жизнь, там, церковной общины и так далее. Вопрос же, конечно, очень фотографический город, я даже не знаю, почему таким образом сложилось, да, ну, чья здесь заслуга, да, или это может быть, может быть влияние неких космических сил, ну, во-первых, да, я благодарен тому судьбе, да, что у нас есть фотоклуб, что у нас есть отделение союза фотохудожников, да, то есть, если бы не эта организация, вот, наша, да, то есть, многого из того пути, вот, который мне пришлось пройти, я бы не прошел. Значит, ну, во-первых, здесь и Олег Александрович Бурбовский, да, то есть, без него бы не было фотоклуб-клуба, да, то есть, или он был бы, но он был бы абсолютно иным, да, то есть, это вот счастливое совпадение судьбы. Значит, ну, вот, из Евгения Крампаненченко, опять-таки, это вот настолько разноплановый и глубокий фотограф, это знамя нашего, да, фотоклуба, да, значит, это покойная Слава Тарасенко, да, это потрясающий был человек, да, вот каждый кадр у него взглянешь, да, и ощущаешь вот эти вот, вот его душу, да, которую он умел вкладывать вот в каждый свой снимок, да, и, причем, ну, фотографы, чего греха таить, люди со сложными характерами, да, и каждый в душе габлет, да, вот Слава Тарасенко был, это настолько был исключением, да, вот из общего числа, что с любым вопросом к нему можно было обратиться, и он тебе даст исчерпывающий ответ, и причем даст его очень доброжелательно, да, и в разговоре с ним, вот, зная, да, что у него огромный опыт и высокий уровень фотографического мастерства, да, ты всегда вот ощущал, что он не старается стать выше тебя, да, то есть разговор вот шел на равных, да, ну, вот из портретистов, ну, у нас очень сильный, да, есть Александр Ларкин, вот, его студийные портреты, они всегда и разнообразные, и впечатляющие, у него всегда очень интересная работа со светом, да, он умеет его использовать творчески. Если натюрморты, прекрасный мастер натюрмортов Виктор Кадурин, вот, ну, мне вот особенно нравилась его серия с цветами, с фигурными стеклами, вот, может быть он считает это простыми работами, да, но я вот их очень высоко ценю, ну, значит, вот Татьяна Аверина, которая вот несколько лет неожиданно, да, вот она так ворвалась в жизнь фотоклуба, да, с своими макросъемкой, да, с очень интересными и глубокими и неожиданными, да, находками, которые всегда, вот, и завораживают, и потрясают, и радуют. Значит, ну, из репортеров, это, я говорил, да, Володя Шевемет, который многолетним упорным трудом, да, вот, разрабатывает репортажную тему, Александра Прилепа, который вот так это утвердился очень сильно на репортерском пути, да, и глубоко очень всегда копает. Из молодежи назову Екатерину Клочко, я вот рассматриваю ее снимки в интернете, у меня ощущение такое, это не я с ним снимал, да, смотрю, ну, вот вроде как одна душа, да, один взгляд, да, настолько вот это родственная душа и настолько интересные у нее кадры, какую бы тему она для фотографии не избрала, всегда это рассматривать, рассматривать интересно. Ну, как бы, может быть, да, да, ну, может быть, я хотел сказать, да, два слова еще. Я благодарен вот фотоклубу, да, и когда я пришел сюда, да, вот той критике, да, тому критическому началу, вот, которое человек сам не знает себя. Ему обязательно нужно выслушивать мнения людей, которые разбираются в фотографии, да, и которые имеют собственный опыт, выслушивать о своих работах, пусть даже нелицеприятные мнения. Девиз у фотографа. Ну, я, мне очень нравится выражение Анри Картель Брисона, которого мы все считаем классиком в фотографии. Фотография сама по себе мне неинтересна, мне просто хочется перенести кусочек жизни на фотобумагу.